Спасибо за приглашение. Скажу банальную фразу. Действительно большая честь для меня здесь быть. Я очень рад вернуться в Самару. Я был до этого только в частном визитном, никогда не был таким торжественным. Занимался волшеским гедонизмом, никаким искусством не занимался здесь до этого. Но было приятно увидеть так много замечательных ребят и прекрасные выставки. Я вас искренне поздравляю с выставками. Понимаю, что это было все непросто сделать, тем более сделать их параллельно друг к другу. В общем, это очень здорово. И надеюсь, что мой рассказ сегодня, он как-то действительно поможет лучше понять, о чем, собственно, идет речь. Небольшая предыстория, почему мы говорим сегодня о художественном интернационале ОСТ, завтра будет ВЕСТ. Дело в том, что мой бэкграунд, в общем, не позволяет мне назвать специалистом по 20-30 годам советского искусства. Я вообще германист, всю жизнь занимался 19-м веком и немецким искусством. Вообще работал в Эрмитаже, а потом жил в Берлине. Вот приехал вдруг 4 года назад в Россию, обратно в Москву, пришел в Треть Куск Ливей, понял, что я русского искусства вообще не знаю. И вот за 4 года пришлось все это наверстывать, и надо было выбрать то, что нравится. Понравилось мне как раз в 20-30-е годы, после авангарда. И вот я пытался все понять, механизм вскрыть, как он появился, как он коррелируется с тем, что происходило в это время на Западе. Могу сразу анонсировать, что в 2025 году Третьяковская галерея, собственно, хочет представить первую большую международную выставку, посвященную художественным связям между западными странами, даже не только западными, потому что туда входят и Япония, и Турция, и Бразилия, и все другие страны, которые контактировали с художниками или с культурными процессами в Советском Союзе в 20-30-х годах. Но об этом подробнее я буду говорить завтра. А сегодня мы будем говорить наоборот, на трансляцию русского искусства на Запад. Ост — это мы для Запада. Всегда. Мы всегда откуда-то с Востока. Собственно, не зря Наталья Гончаров в 2013 году говорила, нам больше нечем учиться у Запада, теперь мы должны транслировать свои восточные мысли им, чтобы они понимали вообще, откуда ноги растут. Но я хочу сразу предупредить, что мой рассказ, моя лекция — это некий фильм. Нас ожидает около 170 слайдов. И не бойтесь, это не то, что я буду рассказывать, описывать композиции каждой картинки и вдохновенно говорить о струнгах души, которые живописные лессировки прибирают у вас. Нет, мы просто будем смотреть фильм про какую-то эпоху, рассказ о том, как формировался вообще художественный образ русского-советского искусства у них и кто его транслировал. Ну, для начала, сбежим совсем как бы в начало 20 века, это прямо вот около 900 года появляется молодой парень, даже чуть пораньше, в конце 80-х годов, по имени Сергей Дягилев, который никакого отношения к искусству вообще не имеет, ему лет там 17-18, и он ставит перед собой бессознанную задачу, называя себя импресарио выставок, сейчас это называется куратор. Тогда вообще такого понятия не было. То есть он не из художественной среды, он не получил никакого художественного образования, в хорошем смысле дилетант. И он говорит, я сейчас начну делать выставки. Я просто начну собирать молодых современных художников, которые не вписываются в традицию академизма или какого-то салона. Хочу как раз собрать тех, кто на острие, что называется, духа времени, посмотреть, как это всё работает, и, в общем, может быть, двинем это вперёд. Ну, собственно, здесь цитата. Сначала, чтобы увидеть русское искусство, надо сделать его ретроспективу. Тягилев выясняет, и его потом коллеги по миру искусства, что никто не написал историю русского искусства. Она не очень длинная вообще, она начинается где-то в 17 веке, ну, светского искусства, не говорим о иконописи. Но нету никакой книжки. И как раз в конце 19 века, в начале 20-го, выходит знаменитая многотомная монография в Германии Мутера, живопись европейского искусства каких-то веков, и в том числе живопись европы 19 века. И Александр Бенуаз Дягилев открывает этот том и видит, что глава про Россию, это ровно один абзац, включённый в главу про Швецию, ну, в принципе, в Скандинавии. В Скандинавии есть ещё аппендис, который называется Русланд. И Бенуа пишет письмо этому Мутеру, издатель говорит, эй, камон, а мы вообще-то тут существуем. Только чтобы это существовать, надо сначала собрать свою историю. Вот как раз Дягилев, и мир искусства берёт на себя амбициозную задачу собрать историю русского искусства. Они открывают Рокотова, они открывают Боровиковского, Левицкого, и, собственно, они систематизируют то знание, которое в итоге превратилось в это клише о русском музее или Третьяковской билеи, что вот там шедевры. Вот это как бы они собрали, но ребята были реально очень амбициозные, и мы 30-ти не было. Дягилев сначала организует несколько западных выставок в России, самых модных, там, Скандинавии, какой-то графики Германии, Англии, в том числе показывает Берцлея, а потом говорит, не-не-не, что-то вот всё уже хорошо, сделали потом выставку русско-финляндских художников в 1898 году. Потом Дягилев всё-таки собирает разное русское искусство от Лубка, включая иконопись. Именно они открывают иконопись как художественный язык, не как и сакрально-религиозный объект, икона как художественное произведение. Гробарь, который тоже там им помогает, расчищает эти иконы в том числе, и они видят настоящий подлинный цвет, яркие краски русской иконописи, Лубок, прялки расписные, всё вместе, Боровиковский, Симон Ушаков, Левицкий, Венецианов, тоже это открытие 906 года, вообще Венецианов как художник, запоздало открытие в русском искусстве, и они делают сначала большую выставку в Петербурге, а потом Дягилев договаривается о том, чтобы сделать эту выставку в Париже во время осеннего салона. То есть он, грубо говоря, делает передвижную выставку, всё, что показали в Петербурге, привозит в Париж и устраивает целую, подготавливает почву, издаётся каталог, вот вы видите именно обложку каталога, посвящённую разделу осеннего салона, посвящённую русскому искусству, и Дягилев вместе с Бенуа разрабатывает целую сопроводительную программу, что вообще нонсенс для того времени, художественная выставка с сопроводительной программой. Сопроводительная программа – это лекции о русском искусстве, об истории русского искусства, для французской публики, потому что никто вообще не знает, что это такое. В принципе, и русские не очень ничего знают, что это такое. И концерты. Концерты русской музыки, в том числе маленькие балетные выступления. И когда Дягилев смекнул, что вообще-то люди больше ходят на музыку и на балет, в 1907 году он уже не везёт художественную выставку, он везёт русские сезоны, с этого момента начинаются русские сезоны. Но первая – это была художественная выставка. Помимо Боровиковских, Левицких, Кипренских и прочих, кого там показали, в том числе уже в 1906 году и в Рубеле, туда Дягилев привозят и Нестерова, и Кандинского, и Явленского, и Ларионова. То есть уже как бы вот самый-самый накал вот этого предтечия русского авангарда случается в Париже. Ну, ладно, чтобы не тратить время, я не буду читать все эти цитаты, мы двигаемся десятилетиями. 1912 год, в общем-то, ещё идёт длинный 19 век. Мы знаем, что длинный 19 век кончается в 1914 году, с Первой мировой войной наступает современность. До этого всё ещё классический какой-то мир идёт. В 1912 году происходит невероятное событие, в истории искусства, которое, к сожалению, забыто, практически неизвестно и плохо изучено, потому что победила англосаксонская модель мышления, в том числе в искусстве. И все знают Эрмори Шоу 1913 года, что вот типа это была первая огромная всемирная выставка, собравшая современное искусство. Её привезли в Америку, её показали в Америке, там, собственно, был Дюшан в том числе. И вот с этих пор отчитывается история The Contemporary Art. Ну, на самом деле, за год до этого то же самое произошло в Кёльне. Зондербунд собрал как бы такой всмотр искусства современного. 1912 год, можно уже подвести какие-то итоги, что такое современное искусство 20 века. И собирается выставка по странам, как это было принято. Отдельный раздел, там тоже, опять же, теперь уже Норвегия, а не Скандинавия. И это Мунк. И это просто взрывает всю выставку, конечно. Я показывал фотографию, которую смог найти. Это Мунк. Там как раз картина, по-моему, из Пушкинского музея висит, которую Морозов купил в свою коллекцию. Там есть разделы Франции. Франции. Ну, Франция многофасетная. Там и Гоген, там и Ван Гог, там и Пикассо. В общем, все-все-все. При этом есть Италия. От Италии есть тоже лучшие представители. Есть разделы России. Ну, то есть уже Россия встраивается в какую-то модель европейского понимания, что такое искусство. В 20 веке Дягилев не зря работал. Но тут происходит то, что происходит. А именно происходит революция и вроде бы сначала война. И как бы не всем, недоискусство, искусство практически аннигилируется. Потом происходит революция. А потом еще и затяжная гражданская война, которая длится, в общем-то, несколько лет. Надо понимать, что, в общем-то, 22-й год – это окончание гражданской войны. До этого Ленин вообще, в принципе, не успел особо поправить. Потому что в 22-м году закончилась гражданская война. И в 22-м году как раз РФССР был образован, но уже как бы к концу 22-го года Ленин уже был практически невменяем. Ну, неважно. Вот мы переходим в 19-й год, 20-й, то есть еще идет гражданская война. Вот я показываю вам два таких знаковых произведения. Это один и тот же художник. Я думаю, вы прекрасно знаете. Это Борис Кустодьев. Причем одно произведение, оно позже, другое – раньше. Моя лекция – это не только разговаривать. Если у кого-то есть вопросы или какие-то ремарки, я готов как бы вступить в диалог. Я думаю, что будет намного лучше, если мы будем общаться. Ну, в общем, лист слева от вас – это карикатура Кустодьева 905-го года на революционные события 905-го года. Это некая смерть, которая топчет город по колено в крови буквально. И 1919-й год. Рядом знаменитая хрестоматийная работа Кустодьева большевика из Третьяковской галереи, которая всё советское время воспринималась как воплощение революционного духа. Вот что пришёл вот этот большевик, некий коммунистический дух, тот «Дай гешпенст лофт в Европе» из манифеста коммунистической партии буквально Маркса о том, что призрак бродит по Европе, вот он пришёл. Но как бы сопоставление с этой карикатурой становится понятно, что не так очевидно было, какую фигу Кустодьев вообще держал в кармане, когда рисовал по большевика. Я показываю вам канонический образ собственно Советского Союза в западной карикатуре того времени. То есть всё, что Дягилев наращивал и пытался культивировать, не только Дягилев, а дальше, что Россия, культурная страна со своей художественной школой, вдруг резко разрушается революция, просто потому, что антибольшевистские настроения и в Германии, и во Франции, и в Америке, и в Англии. Почему? Потому что establishment или буржуазия против буржуазной пролетарской революции и очень опасно, потому что очень многие как раз рабочие, пролетарии в этих странах очень хотят революции. Поэтому надо гнобить, иначе вдруг там революция начнётся. И надо высмеивать всячески и показывать, как это ужасно. Вся эта революция очень похожа на Кустодиева. Но, с другой стороны, это похоже не только на Кустодиева. Если мы проследим эту иконографию чудовища, в общем-то, и здесь очень характерная американская агрикатура 30-х годов на Гитлера, сопоставление Калашту, в общем-то, вот этот тот монстр, под ним видимый дух, хтонический, который вдруг приходит и несёт за собой угрозу. И Россия, она опасна. Большевики опасны. Показываю вам сопоставление двух плакатов, двух разных направлений. Один из них большевистский, то есть, времён Гражданской войны ещё, когда воюют белый с красными. То есть, один из них красный, а другой из них белый плакат. На одном из них монстр капитала, который сейчас те, кому нечего терять, кроме своих оков, сковыривают с пьедестала. И этот жуткий капитал, в общем-то, совершенно чудовищный, с папской теорией, с вавилонскими, то есть, с кинемативами египетскими. И рядом эти все ужасные люди, которые приносят жертву какому-то сакральному богу интернационалу с лицом Карла Маркса. И тот, и другой, ну, как бы, и то, и другое, это русские художники. То есть, они сами между собой разделяются. Никто не может ответить на вопрос, что такое интернационал и как к нему относиться. Во время Гражданской войны, то есть, Гражданская война, то есть, надо себе представить, 19-й год. Мы сейчас говорим про 19-й год. Первая мировая война высосывала просто всю энергию страны, всю экономику разрушила, собственно, революция. И революция это дальнейшее тоже, в общем-то, экономическое ослабление, а на самом деле просто полная разруха, борьба, катастрофа, хаос. Ну, я утрирую, конечно, но тем не менее, в 1919 году кому вообще в голову придет думать об искусстве, а тем более о международных художных связях? Оказывается, приходит в голову. И как раз Наркомпрос и Наркомпросвещения Луначарский замечательный совершенно человек, блестящий, образованный, вообще один из, наверное, величайших сподвижников в истории русского искусства, а, в принципе, если так говорить, лучший министр культуры за всю историю России, подвигает идею, эту идею поддерживают художники свободных мастерских о призыву к международному художному сообществу. Ауфруф. Вот этот призыв к международному художному сообществу формулируется разными художниками, то есть пишется манифест, обращающийся к другим сочувствующим художникам на Западе о том, что давайте мы объединимся и вообще-то в принципе нам нужно собрать интернационал, пролетарская или там всемирная социалистическая революция коммунистическая еще неосуществима, но на нашем фронте, на фронте культуры мы уже можем объединиться, потому что мы в другом положении находимся. И вот этот был написан манифест, и он был отправлен нелегально в Германию вместе с военнопленным Альфредом Берем, он был военнопленным, в Первую мировой войну его отпустили и отправили в Германию с этим призывом, и этот призыв был напечатан в Германии, а потом массово стало распространяться по всем другим европейским странам, переводился на на французские, на английские, на японские, как я уже сказал, языки, то есть он стал массово расходиться, такой вирусный призыв о том, что вот советские художники, они существуют, во-первых, это они есть, а во-вторых, они требуют от тебя, сидящего там в более комфортных условиях, не только помочь, но идейно объединиться, чтобы общим фронтом выступить, реформировать искусство, и в принципе именно через искусство можно будет реформировать уже и общество, то есть эстетическая революция обращается к политической революции, я показываю вам как раз напечатанные в газете Диплайт плетка текста этого призыва и обложка, выполненная великим немецким художником Максом Пикштейном из группы Мост, экспрессионистом, который стал ярым коммунистом вот в этот самый короткий период и он оформил собственно плакат к этому призыву, ну и здесь тоже разные австрийские, немецкие и венгерские как раз вариации вот на этот дальнейшем распространению большевистской коммунистической идеи о том, что искусство и революция идут рука об руку и сейчас тот самый момент, когда художники должны выступить как художники должны выступить единым фронтом за эту пролетарскую революцию. вот еще разный пример, просто я показываю Маслосик, конечно, в первую очередь это происходило все в Германии, но не только. В принципе, если мы стилистически посмотрим, это такой вот настоящий стопроцентный такой прямо густопсовый немецкий экспрессионизм, да, вот вся эта эстетика этих плакатов, все в общем-то это экспрессионистические какие-то излияния. Вот, например, как величайшая тоже немецкая графика, Кэта Кольвиц реагирует на убийство Карла Липнихта в 1919 году. Его убили, его застрелили вместе с Розой Грузих и Люксембург. Кэта Кольвиц политически активная художница, тут же делает очередную ксилографию, где посвящает ее смерти Липнихта 15 января 19-го года. Та же дату подписывает прощание с Липнихтом. А как реагируют советские художники на убийство Липнихта и Розы Люксембург? Я специально подписал, потому что, мне кажется, без этого было бы сложно разобраться, кто здесь Роза Люксембург, а кто Карл Липнихт. Ну, в общем-то, это совсем другой пластический язык, неожиданный. И, в общем, еще не увиденный на Западе Эли Сицкий, Борис Эндер, оба связаны и с Малевичем, и с Матюшиным, столпы нашего авангарда. Вот эта формула, как Роза Люксембург и Эндер. И тут начинается тот самый момент, когда вдруг появляется новое уже не русское какое-то искусство, а советское и ожидание нового советского искусства на Западе. И оно начинает выходить. В первую очередь это суперраспиаренная компания «Der Tum des Trittes Internationale» башня третьего интернационала художника с очень странной фамилией Татлин, который очень круто звучит, почти как дадаист, татлинист. И очень долго даже в Германии называют весь авангард татлинизмом в искусстве. И, например, если читать нацистские книги, очень интересные по искусству 30-х годов, то они, в общем-то, большевистское искусство конструктивистское, в общем, часто называют татлинизмом. Адольф Розенберг, который учился в Рижском политехническом университете, один из культур-идеологов нацизма, он был практически сокурсником Лисицкого по этому Рижскому политехническому университету на партии сектурном факультете. Он называет русское искусство вот такое всякое татлинизмом. Татлин это что-то очень важное. Ну, про башню, я думаю, я не должен рассказывать. 400 метров, три объема, вращаются вокруг своей оси, прозрачные кубы, вся программа расписана, переведена на несколько языков и все офигевают. Страна может такое себе позволить замыслить, построить. то есть, понятно, что еще надо построить сначала, но сначала надо еще и замыслить, чтобы сделать что-то такое неприятное. Ну, татлин обыгрывает форму знаменитой спирали от Вавилонской башни. Вавилонская башня строилась людьми сообща, чтобы достичь Бога, но он их разобщил языками, и они не смогли ее достроить. Интернационал объединяет людей снова и все равно на каком языке они разговаривают, потому что общий язык это как бы язык политической мысли. Поэтому сверху этой башни это радиоточка вообще-то. Это вообще-то антенна, которая стоит в Петрограде и оттуда вещает на весь мир. То есть, люди как бы повторяют тот миф, который Библия не дала завершить. Бог не наказал людей, но люди восстали снова и сейчас построят эту башню. Идем дальше. Как вообще проходила информация в Германию о каких-то советских новшествах? Вот есть такой замечательный совершенно журнал Арарат на немецком языке издавался в Берлине немецкими вангардистами, где часто иногда печатал свои тексты практически, опять же, забытый и малоизвестный советский дипломат и суперкрутой критик искусства Константин Уманский. Это очень интересная история. Сейчас Розенский центр по Владимире перевёл вот эту книжку, которую Уманский написал, сейчас я не расскажу. Значит, Уманский вёл в Арарате колонку. И в одном из номеров этого Арарата он опубликовал текст про современное искусство прямо сейчас, в 19-м году в Советском Союзе и там описывает у Татлина как такого конструктора, инженера, создающего новую форму искусства, но вообще идею искусства, связанную с конструкцией и с определением пространства, урбанистического в том числе, и вообще, что это механизм, что там ещё всё это кинетическое. Ну, Уманский как об этом пишет, но картинку в журнале не даёт. В 1919-м году Уманский в Берлине издаёт книжку «Нои констант Усланд» «Новое искусство в России», где он как раз рассказывает, что вот, грубо говоря, там от мира искусств до Татлина идёт это представление по главам. То есть, он рассказывает всю эволюцию искусства современного в России и там какое значение играет революция в этом искусстве. И, среди прочего, Уманский пишет в заключении своей книжки «Искусство умрело, да здравствует новое машинное искусство Татлина» это лозунг, который напечатан в этой книжке и книжка без иллюстрации. Это в Берлине. 1919-1919 год. Книжка, бестселлер среди самых крутых художников молодых, кто молодые художники в Берлине в 1919 году? Дадаисты. И ребята дадаисты начинают фантазировать и придумать себе некого неведомого в Советском Союзе Татлина. Это Рауль Хаусман, знаменитый его тоже калаш, который называется «Татлин у себя дома». То есть, это некий такой сверхчеловек, но не в нишанском понимании, человек-конструктор, киборг, у которого дрель вместо глаза, ну, в общем-то, такой, действительно, киборг, терминатор, который развоплощает мир эмпирическим каким-то образом, в общем, какая-то некая совершенная модель этого искусства, и вот они все становятся дикими фанатами Татлина, не зная, что это такое. Ну, в принципе, как, может быть, в Советском Союзе были фанатами Sex Pistols до этого, ну, и при этом не слышали, что такое Sex Pistols. Самый лучший пример это гражданская оборона. Это офигенная группа, которая, в общем-то, слишком поздно услышала настоящий панк-рок, но сделали при этом свою совершенно удивительную музыку. И, собственно, в 20-м году провокативная дада-ярмарка, то есть даже не выставка, а называется дада-месси, то есть именно ярмарка, балаган дадаистов происходит в Берлине. Собираются художники Вот и Дикс, Рауль Хаусманн, Ханна Хюх, Георг Гросс и много-много кто ещё. И вот они там вешают свои коллажи, свою живопись, знаменитая картина инвалиды, которая была в 1937 году сожжена нацистами на акции дегенеративного искусства. И вот они собирают, сейчас я название не воспроизведу, оно очень длинное. В общем, они собирают некую модель нового вот этого искусства, как они подумали, что такое Татлин. То есть это некий коллаж из газет, из газетных киосков, из манекенов, из текстов, из каких-то ручек, из каких-то механизмов. То есть это что-то такое очень непонятное, собрано действительно дадаистский, в общем-то объёмный. Коллаж, скульптура, объект. И они думают, что они продолжателю дела Татлина. Вот они тут снова тусуются все на выставке. Видите, очень весёлые ребята. Все очень молодые. Мы вот 20 лет. И вот знаменитая фотография «Die Kunst ist tot, es liebe die Noe, Maschenkunst Tatlinz» собственно становится лозунгом этой выставки Джон Хартфилд и Георг Гросс, а там Рауль Хаусман и Ханнахёх на фоне как раз этого лозунга, посвящая свою выставку, посвящая всю свою художественную деятельность этому неведомому великому Татлину. Просто показываю вам пример ещё дадаистских филажей. То есть, что такое Татлин? Мы себе более-менее представляем контррельефы, рыбака какого-нибудь или ту же башню третьего интернационала. В лучшем случае махалёт ли Татлина? Что такое дадаизм? В общем, Москва большевизм среди богемы, среди левой интеллигенции в моде. В Веймерской республике в золотые 20-е, в начале золотых 20-х. Вот книжка «Bundes Moskva Berlin bringt rettung», что означает «Союз Москвы и Берлина принесёт спасение». То есть, немцы говорят «Нам нужно идти в Москву или нам нужна Москва для того, чтобы спастись. Мы загнивающий Запад, нам нужна вот эта мощная сила, которая нас выведет из ступора». Ну, ой, потерял картинку. Ну, ладно. У меня была к ней пара, я её не вижу, может быть, она отлетела. Другая обложка того же самого года «Pest aus Russland» написана как раз Альфредом Розенбергом, что означает «Чума из России». И как бы одни, насколько разделено немецкое общество, они говорят, что это единственное спасение, а другие говорят, что это чума, которая нас разрушает и надо срочно лечиться от этого русского сифилиса. Но моды, так, есть мода, 21-й год, то есть мы постепенно хронологию разуставим. Остаёмся пока ещё в Берлине, мы ещё какое-то время в Берлине будем оставаться. Хэрвальд Бальден, Хэрвальд Бальден, один из самых успешных, один из самых радикальных галеристов того времени, галерея «Штурм», издаёт одноимённый журнал «Штурм» и регулярно, регулярно основе начинает приглашать себе выставляться русских художников. Начинает он достаточно так, вегетарианский, ну, Шагал. И говорит, Шагал – это экспрессионизм. Вообще, это экспрессионизм в Кубе, нет такого другого экспрессиониста, как Шагал, и посвящает номер «Дэрштурм» Шагалу. Потом, конечно, Кандинский. Проходится по всем, кто живёт в России, пока ему не попадается художник Иван Пуни. И Пуни делает свою вот эту большую, как это сказать, даже пространственную инсталляцию в стенах галереи «Штурм». Показывал довольно редкие кадры, которые не так часто публикуются или видны. То есть, как воспринимается русское искусство, советское искусство около начала 20-х годов в Германии. Вот что-то примерно такое. Вот обязательно букву «ядь» вплести, потому что её нет в других алфавитах, чтобы сразу русскость показать свою. И всё это ещё покрыто разными коллажами. Ну, к чему это всё приводит? Это приводит к тому, что в 22-м году наконец-то мир вынужден признать. То есть, гражданская война закончилась в 22-м году, соответственно, нужно вынести своё решение юридически, дипломатически, мы как вообще с этой страной, раз в СССР общаемся или не общаемся, что мы с ней делаем, с СССР, мы как бы с ними заполучаем дипломатические отношения или нет. И вот именно из больших европейских держав, кто подписал дипломатические отношения с Советским Союзом, была Германия, Рапальские соглашения, и если есть политический жест, то должен быть культурный жест. Нужно обязательно сделать какое-нибудь классное внедрение в культуре. И тут приходит такая странная интересная инициатива. С одной стороны, официоз советской стороны, официоз того времени это наркомпросы, это очень хороший официоз, опять же, тот же Луначарский, изо наркомпроса, то есть изобразительное искусство отдел наркомата просвещения предлагает свои услуги для организации некой художественной выставки. Она поддержана частным галеристом из Берлина Ван Димином, у которого очень модная галерея на Унтраден-Линден, двухэтажный дом, который показывает современное искусство. И такой дил между в общем-то молодым государством Советской Республики и частным галеристом сделать первую художественную русскую выставку в Берлине. Вот ее обложка знаменитая. Дизайн обложки выполнил Галерисицкий. Ну, там написано, в общем, все, что там написано, 167 художников, 704 произведения. Это очень много. что там показывали? Показывали там много чего разного. кстати, я показываю вам, ну, сейчас бы сказали, куратора, координатора выставочного процесса Давида Штеренберга, художника, будущего основателя группы ОСТ, такого представителя абсолютного Парижской школы, который никогда, собственно, и не стал настоящим ангардистом, никогда не стал настоящим русским художником, потому что всегда оставался художником все-таки Парижской школы. Вот это имена художников, кто там принимал участие. Ну, если его читать внимательно, то мы поймем, что здесь практически хрестоматия русского искусства первой половины 20 века. В разных ее извотах причем. Ну, вот еще раз Оргкомитет, Штеренберг, Альтман, Наунгамо, в галерее развески произведений. Вот они сфотографировались, там как раз на фоне работы Штеренберга, это Наунгабо, и вот они довольны. Советская делегация впервые представляет советское искусство за рубежом. Вот такие вещи там были. Художник Архипов, декабристы на каторке. Ну, и такие вещи там были. Мы видим здесь хрестоматийные работы Родченко, Родченко, Певзнера, Кабо, Татлина. Собственно, что произошло? На самом деле превалировало такое искусство традиционное. Живопись, союз русских художников, архипов, передвижники. В общем, все достаточно было кондиционально. И небольшой отдел был такой вот экспериментальный, со всеми вот этими странными изводами. Но кроме этого еще было 22-й год, и это как раз завершение проекта Унавис в Витебске. Малевич, как очень бодрый человек, как бы вклинивается в подготовку выставки, говорит, давайте мы сделаем внутри еще выставки такую презентацию работ одной художественной школы. То есть покажем, как молодые ребята сейчас учатся искусству. И так и называется в каталоге. Каталог очень плохо сделан, и крайне неинформативный. Но там написано просто раздел, который называется Унавис. И ты понимаешь, что там как бы очень много произведений, какого-нибудь Хидекеля, какого-нибудь Чашника, какого-нибудь Суэтина, того же Лисицкого, того же Малевича просто были показаны. Но, к сожалению, все это полностью идентифицировать практически невозможно. Хотя сейчас делаются попытки, и мы посмотрим, может быть, что-то получится. Выставку посещает Владимир Маяковский. Там оставляют о ней рецензию. Торжественная речь Луначарского по поводу открытия этой выставки, потому что это знаковое, дипломатическое, культурное событие. Мы за границей. Мы там выглядим по-другому, чем у себя. Друзья и враги констатируют успех нашей выставки. Это выдержки просто из немецкой прессы. Она очень противоречивая. Самое интересное, что в основном эту выставку ругала как раз правая пресса и говорила, что это все ужасно, отвратительно, убивает искусство, делает что-то совершенно ненужное, это надо запретить. Опять же. А левая пресса сказала, и это что? Это и есть вот это самое хваленное русское искусство, которое мы ждали. То есть с 12-го года по 22-й прошло 10 лет. И все думали, что там что-то такое произошло, что перевернет сейчас мир. Татлин там какой-то есть. А что показывает Татлин? Такую фигульку. Вот это вот, контррельеф. Это что вообще такое? И дудаисты говорят, да мы вообще круче. Венгерские художники специально едут из Венгрии журнала как же он называется? Та, Те, Ма, Белла Уитс, Лайуш Кашек, все едут в Берлин посмотреть, потому что это событие мирового масштаба. Все едут в Берлин увидеть, что такое советское искусство. И венгры пишут, да блин, вообще-то такое разочарование. Мы тоже делаем, в принципе. Почему? Почему это? Мы-то ждали какого-то революции. В общем, не получилось. Для революционеров не получилось, а для правых оказалось как раз наоборот невероятно чудовищно. Потому что это еще на государственном уровне поддержано. В этот момент издается русское искусство, журнал, рассчитанный на наших эмигрантов с границей, на русском языке, где в том числе большая рецензия об этой выставке. Вот видите, какие прекрасные вещи. А вот та потерянная обложка, собственно, которую я хотел рассказывать от Альфреда Розенберга «Чума из России». Это вот как раз реакция на выставку жуткую, которую привезли зачем-то в замечательный Берлин. И эта выставка дальше продолжает путешествовать. Ее запланировано показать в Париже, в столице мирового искусства. Но перед Парижем она едет в Голландию, в Амстердам. И вот эта голландская экспозиция, я вам показываю ее в усеченном виде. И в 22-м году и немцы, и голландцы все очень хотят праздновать юбилей этой выставки, потому что это одна из самых знаменитых выставок 20-го века. Но, не знаю, получится он у них или нет, пандемия, мне кажется, подкосила планы. А теперь мы поговорим про одного человека, который является серым кардиналом всего нашего сегодняшнего вечера. Это Лазарь, Маркович, Лисицкий. Мы уже о нем упомянули, но вот мне очень нравится эта фотография, потому что сверху он фотографируется под рекламной неоновой, ну неоновой, а лайтбокс вывеской, это реклама. КДВ Кауфхаус Торговый дом Запада, это главный универмаг Берлина, и он приезжает в 1922 году в Берлин. И он получает командировку от наркомпроса для того, чтобы, то есть он получает официальное задание налаживать культурные связи с иностранными художниками и агитировать их за советское искусство. И получает за это зарплату и живет в Берлине. И он действительно очень хорошо начинает свою работу, открывается выставка 20-го года, появляется журнал, выходит 4 номера Gegenstand which Objekt я по-французски не скажу на трех языках и они постулируют три главных языка современного искусства французский, немецкий и русский. Вот на этих трех языках разговаривает современное искусство и художественный интернационал. И в заглавной статье по-русски вот там написано интернациональное искусство собственно я сейчас недословно скажу что Лисицкий постулирует блокада России прорвана все русское искусство вышло снова на передовую и теперь весь мир будет знать что такое русское искусство. Мой журнал тоже самое продолжает в него пишут все художники со всего мира на разных языках он трехязычный это переводится это и французский и бельгийский и немецкий и австрийский и швейцарский и какие еще угодно художники которые говорят на этих языках они пишут сюда и мы как бы печатаем этот журнал вышло первый, второй, третий номер четвертый должен быть посвящен русскому искусству этого момента то есть обмаху ротчинг и так далее номер так и не вышел ну и вот показываю просто вам несколько фотографий Лисицкий приехал в Германию и пожалуйста Ласла Махойнать Лисицкий Макс Бурхарт ну в общем Ханс Рихтер Вернер Греф Нелли Ван Дуйсберг Тео Ван Дуйсберг Ханс Арп Тристан Цара в общем понятно что это первый ряд дадаистов новых художников времени и Лисицкий вот вместе с ними потусовывается постоянно вот здесь тусуется вместе с ними на конгрессе объединение интернациональных прогрессивных художников Дюссельдорфе которые они сами конечно придумали и провели быстренько но зато помпезно и вот очень весело Ван Дуйсберг в клетчатой кепочке а смотрите на фотографии Лисицкий стоит в этой же кепочке собрав ее у Ван Дуйсберга и вот это и есть на самом деле это смешная такая история как будто они обменялись кепками но на самом деле это и есть взаимопроникновение вот в этот момент на острие самого передового искусства то есть вот эти даже вот от символ заменить кепку это показывает что они все равны между собой и что они говорят на одном языке ну в общем это такой прикол с двойным тном Лисицкий начинает свою программу и Кестная Гезельшафт это мы сейчас в Ганновере это самая прогрессивная в Европе частная общественная организация которая разрешает делать все что можно современным искусством Кестная Гезельшафт они приглашают Лисицку прочитать часть лекции Личтбильдефотраг это то что я сейчас делаю это с диапозитивами то есть Лисицкий с диапозитивами читает доклад о модерном кунстном русском современное искусство в России в этом Кестнер Гезельшафт Кестнер Гезельшафт так полюбил русское искусство что заказывает Лисицкому напечатать два у вража Фигурин и Праунов и так появляются две самые знаменитые папки русского конструктивизма Фигурина это собственно балет Малевич и кручённых победы над солнцем 10 персонажей не зря у Кубакова полно 10 персонажей и Прауны это собственно новая разработка Лисицкого пространственных композиций вот это всё происходит собственно эти вещи потом нацисты изымают из всех музеев потому что все немецкие музеи закупили тут же тираж который был ограниченный и это сжигается и демонстрируется на выставке дегенеративного искусства тоже но чтобы закрепить свою позицию в 24-м году Лисицкий вместе с Хансом Арпом пишет книжку где он собственно рассматривает опять же подводит итог 24-й год Ленин умер надо подвести уже итог какой-то что такое вообще искусство в 20-м веке за 24 года вот у нас 21-й год итог еще никто и так не подвел и он что-то и не подводится никак в том числе политически вот но они просто говорят вот мы просмотрим современное искусство начинается в 14-м году и вот оно выглядит так поступательно страница страница глава за главой мы о нем рассказываем и от экспрессионизма видите обратно с 14-го до 24-го от экспрессионизма через футуризм кубизм мы выходим к абстрактному фильму и это самое главное искусство которое должно наступить сейчас это абстрактное кино Ханс Рихтер Вики Эклинген и Малевич который вместе с Хансом Рихтером начинает разрабатывать абстрактные целлулойдные как бы рисунки то есть двигающиеся но у Малевича это осталось только в замыслах а Ханс Рихтер и Вики Эклинген действительно осуществили свой замысел абстрактного кино ну конечно Лисицкий не мог не вписать своего учителя в книжку то есть супрематизм это так же важно как экспрессионизм додаизм футуризм абстрактный фильм но и себя Лисицкий тоже вписал как отдельный изм праунизм вот его праун пожалуйста там пляшет на веревочке это его соавтор и портрет собственно Лисицкий фотографирует фотоколлажи техника которые приписывают тоже изобретение техники Лисицкому это фотоколлажи Лисицкого с его соавтором Хансом Арком и вот Лисицкий это его автокарикатура автошарж как он живет Афа фон Палермо это его кличка его жена швейцарка называла его обезьяной и вот он здесь и на поезде и на автобусе показывает что он делает а он преподает футемасе он пишет журнал основа он участвует в архитектурных конкурсах это горизонтальные небоскребы для Москвы и участвует при этом во всех всех важнейших международных журналах по прогрессивному искусству того времени дедаистский журнал Мерц АБЦ это швейцарский журнал об архитектуре Зенит это скажем так я даже не знаю королевство Югославии Вендинген это Брум это голландский журнал в общем процесс идет и мы здесь занимаем лидирующие позиции вот как раз в журнале АБЦ Лисицкий вообще рассказывает как должна выглядеть архитектура конструкция и заодно что-то еще показывают сверху справа что показывает он сверху справа в 23-м году а показывает он то что он сделал в 23-м году и мы из Берлина так и не уходим потому что Берлин это я просто офф-топик это действительно столица мирового искусства 20-х годов не Париж и не Нью-Йорк а Берлин вот Берлинская выставка Большая Берлинская выставка 23-го года это ее афиша что там показывается показывается там все что угодно в основном такая вот салонно-пост-экспрессионистическая немецкая живопись и салонно-экспрессионистическая живопись и нормальный экспрессионизм и вдруг откуда ни возьмись там возникает такой эскиз это развернутый эскиз четырехмерного пространства ну четырехмерного потому что вот здесь не видно это как бы вот мы стоим здесь эта стена так и эта стена так то есть мы заходим внутрь комнаты это инсталляция это проун раун это пространство проуна то есть то что было двухмерным то что было на бумаге или на холсте Лисицкий воплощает как пространственный объект как нет объекта это как пространство он художник который агирует пространство его занимает его создает и ты оказываешься в его художественном мире внутри буквально не вот метафорически что ты внутри картины а ты там внутри стоишь со всеми этими материалами а Маш учителю черный квадратик сюда вписали на всякий случай ну вот это стоит в Берлине как с этим вообще взаимодействовать зрителю который пришел посмотреть на сцены охоты оленя каких-нибудь пенчук монахов или какую-нибудь барышню хорошую а вдруг ему такое показывают странно 24-й год видите мы прям Новый год все время празднуем отличемся от Лисицкого но мы к нему придемся возвращаться дальше снова 24-й год забыли про Берлин он у нас пока на подкорке Соединенные Американ нет Соединенные Американские Северные Штаты САСШ так называется в этот момент то что сегодня называется США надо там тоже там очень много денег там много рабочих может быть там тоже выгорят с революцией но вообще там много денег поэтому надо срубить денег не хватает валюты валюты не хватает пятилетки еще нету как бы НЭП еще идет валюта нужна червонцы нужны что можно продавать ну можно музеи распродавать собственно и начинают распродавать музеи много что продали из Эрмитажа и не только но нужно же еще продавать что-то такое как бы не ликвид тоже чтобы что залежалось продавать надо искусство Russian Art Exhibition это передвижная выставка продажа по Америке Нью-Йорк Филадельфия Детройт и что-то еще я уже не помню проходит большая выставка импресарио комиссар выставки комиссар выставки уже не импресарио грабарь задача грабаря продавать русское искусство с этой выставки американцам за американские доллары чтобы эти доллары потом привезти в Россию и вложить их в экономику нашей страны Кустодиев Чихонин что они здесь показывают красивое русское конвенциональное нормальное искусство которое можно продать вот это оргкомитет выставки вот так примерно выставка это плохо видно извините я не смог лучше сграссировать это вот ну вот Кустодиев опять же вот Шаляпин знаменитые Кустодиевские ну угадываются что-то пейзажики но это то что покупают Шаляпина знают он супер рок-звезда он такой Фредди Меркури в шубе классный вот 24-й год сбылась мечта Венеция теперь это называется советский павильон то есть павильон в Российской империи был открыт в 13-м году в 14-м году началась война в общем-то практически не был задействован его успели торжественное открытие а потом как бы Биенналь-то уже и не было потому что было не до Биенналья а Россия уж тем более не могла там быть потом потому что какой Россия если России нет гражданская война идет ну в 24-м году вроде бы уже какая-то Россия есть советская ну советская так советский советский павильон и комиссары советского павильона в том числе Борис Терновец директор государственного музея нового западного искусства о нем мы будем говорить очень много завтра так что показать Венеции настоящее искусство то есть это вот это смотр искусства в том числе и кстати продаж это тоже выставка продажи это то что продается но в том числе идеологически важный продукт нужно показывать и вот вам идеологически важный продукт Петров Лоткин комиссары всех не узнаю ИОН парад художник Никонов красноармейца входит в Красноярск Архипов Тамбаба и самое главное интрига выставки это заказной портрет комиссара Реввоенсовета товарища Льва Давыдовича Троцкого в центре художника Аненкова картина пропала ну не оттуда она потом пропала потому что Лев Давыдович тоже пропал вот но если кто-то когда-то найдет эту картину пожалуйста сообщите в Третьяковской галерее можно сообщить и здесь в Третьяковской галерее пускай будет здесь эта картина она наверное одна из лучших картин этого художника и вообще замечательный размер какой благородный да и человек умный был вот ну и еще мы показываем примеры того что в Венеции показали показали Венеции ну что-то Павел Кузнецов тот же Штыренберг вот пожалуйста Штыренберг ну кстати вот Родченко можно даже узнать Медунецкий ну нормальное искусство вот и еще знаменитый трехголовый повтор портрет Машкова в Новый Валет ну такое хорошее искусство правильное а что не показали Венеции и это главный интрига Венецию привезены три произведения товарища Малевича супрематический квадрат супрематический крест супрематический круг ныне в русском музее этот триптих висит и называется это Казимиром Седвеновичем Малевичем но на самом деле это выполнено ну не по этому эскизу но Малевич очень попросил ребят своих что-то не заморачиваться чтобы они вы написали вот эти все фигуры потому что вообще-то неважно кто пишет главный замысел и Малевич сопровождает то есть дает сопроводительную записку вот тем комиссарам как надо повесить его композицию в павильоне ее не вешают потому что считают что она дискредитирует образ русского искусства перед внимательным искушенным зрителем такого величественного события как в Медицинской бейнале Малевич там не показывается 25-й год нам до 37-го надо дойти если что можем потом ускориться кустарно-промышленная выставка как его называли в Советском Союзе в Париже я сейчас не знаю как сказать прикладных искусств и дизайна кустарно-промышленный павильон Советского Союза гран-при за золотую медаль фестиваля получает Константин Мельников и вот знаменитый павильон Советского Союза то есть мы выстраиваем архитектуру не такая как Венец потому что Венец там такой историзм еще при царе построена а вот Советский Союз он имеет другую форму как фабрика кухня в Самаре практически но немножко по-другому вот фотографию которую сделал посетитель выставки Ласло Моголинать или Махойнать он фотографирует как люди заходят по этой лестнице в Советский павильон и в Советском павильоне ждет очень много интересных дизайн объектов полиграфических и не только полиграфических но и вот таких вот знаменитых рабочих рабочий клуб Ротченко собственно это всего лишь деталь утилитарная интерьера где можно сидеть где можно работать читать журналы советские стен газеты пожалуйста там Ленин это лампочка такая интересная вот еще я показываю вам газеты и книжки можно взять с полки как в библиотеке почитать это экран просто разграничение пространства мобильное то есть в общем-то весь современный дизайн уже вот пожалуйста вам здесь продемонстрирован выставка 25-го года в Париже считается не притечь а вот в этот момент вообще возникает арт-деко потому что арт-декрусион арт-декрусион называлась эта выставка то есть художественной как бы промышленности и вот арт-деко это термин который связан с названием этой выставки там было так много всего красивого который мы называем сегодня дизайном что люди назвали все что там они увидели вот этот стиль этой выставки они звали арт-деко и вот мы теперь называем это целый стиль придется возвращаться в Германию извините ой очень много есть ее реконструкции она стоит в Третьковской галереи была в Венеции сейчас на выставке то что как раз делал там фонд ВИСи была в Париже и постоянно делали лекала сохранились пусть можно можно взять и сделать копирайт уже никому собственно не принадлежит я думаю прошло уже 40-75 лет со дня смерти Родченко или нет еще не прошло еще не прошло вот когда пройдет можно будет смело просто брать и делать 26 но стулья очень неудобно я не рекомендую вот 26 год очень классно две обложки альтернативные это одна и та же выставка как бы для нормальной публики и как бы для идиотов как бы вот интернациональная художественная выставка в Дрездене 26 год это одна из самых опять же великих выставок 20 века вот мы говорили про Кельн Зон дер Бун в 12 году смотр всего современного искусства за 12 лет то же самое а в 26 году в Дрездене попытка в этом городе собрать все все самые важные тенденции всех европейских стран до 26 года причем это все в цикле это кстати у немцев очень часто бывает цикле некой парково ансамблевой фестиваля потому что документа первая как раз не была выставкой художественной первая документа была Гартеншал тоже то есть это тоже был как бы парково ансамбль и фестиваль где была такая развлекаловка в виде художественной выставки теперь документы это документы но вот эта выставка в Дрездене это тоже была всего лишь часть большого фестиваля цветов ну или там у нас фестиваль варенья и сделал к ней в Москве очень часто фестиваль варенья фестиваль печенья фестиваль не знаю вот пожалуйста Россия тоже представлена на этой выставке тот же Штеренберг Дейнека 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 потому что в 26-м году вторая проходит я не показываю фотографии в Геннале в Венеции с участием Советского Союза и как ни странно итальянцы начинают покупать Дейнеку и Дейнека становится главным ликвидным художником для продажи и поэтому Дейнеку начинают вешать все больше и больше чтобы его покупали и покупали вот здесь очень много Дейнеки висит вот русские разделы фотографию ни один русский человек еще кроме меня не видел вот вам показываю я ее взял в архиве в Дрездене как раз в музее сохранившемся и вот коридоры с разными каждую комнату это какая-то страна так вот снова Россия я не туда вот там видно из панки Гончаровой большое панно это фальк вот русло написано все нормально все кажется нормально нормально вроде искусства в России в общем не хуже не лучше других Дейнека прекрасных художник еще и хорошо продается и вот мы заходим в немецкий раздел Ловис Курин знаменитая картина ослепление Самсона извините что такое качество опять же и вот впереди какая-то хрень что-то темное и что-то там впереди хрень какая-то что это за хрень вот как на нормальной выставке это появляется это вот это и это понимаете это опять же Лисицкий нахулиганил и это не это не произведение Лисицкого то что висит на стенах это называется кабинет абстракции Лисицкий получает от организаторов выставки задание оформить соответствующим образом то пространство где показывается такое непонятное искусство современное его и его дружков и Лисицкий выступает в качестве оформителя как бы пространства или создателя пространства интегрируя в него произведение искусства круглое это его проун да который мы видели фотография слева фотомонтаж тоже его это стендер понятно что этот мандриан но самое интересное это разные материалы трудно объяснить попробую сейчас поскакать немножко после я реконструкции этой штуки я делаю в год на раз потолок на телом ткани и там есть ткань белая но лухая здесь синенькая здесь желтая и именно вот это место где цветная ткань там находятся светинки электричества соответственно цвет меняется сделан именно оттенком и там есть еще какой-то ритм как этот цвет меняется то есть цвет он прилучшается поэтому меняется цветовка соотношениями голого и синего и соответственно там какой-то еще зеленый вот это просто резечка деревянная стояла смотри которая с этой стороны под красным черным от этого белого и соответственно если ты смотришь под этим угол у тебя такая цена под этим это а это он заключил контракт с методической фирмой которая занималась промышленными штампов предпромышленными они решили рекламу они поскорили используя но он деньги заработает и он сделал раздвижные конструкции и сказал комнату современного человека где висит современное искусство она химитическая она не должна повесить пыльную раму нет хочешь смотришь на такую картину это ширина которая может смотришь и в общем это вся комната которую можно менять и трансформировать как тебе нравится не перевешивая картинку а просто двигать вот эти механики круто а рядом дейнека и корин зато продаются хорошо а как это продать вообще можно потому что тут же заказали в дрездене ему дом вот таким планом и очень было интересно смотреть там был дурацкий особняк эколитический где внутри него лисицкий стал врезать принципы новой жизни посмотрим фрагменты как это выглядит в чем художники разные и венгерские есть художники и голландские и немецкие и сам лисицкий то есть вот тут полный интернационал и очень красиво вот его фигурины висят ну вот тоже эскиз разборка ну вот таких помощь потом сделаю электрический кабинет абстракции уже в ганновере но его не показывают 27-й год плохо изученная совершенно забытая выставка в Мангейме в 27-м году пути излечения абстрактной живописи в Европе ну вот просто мы здесь видим что здесь очень много опять же лисицкого есть композиции в том числе кандинского ну то есть в общем то самый лучший художник того времени который делает абстракцию Мангейм это не просто так какой-то город дурацкий в Германии Мангейм это город где в 25-м году за два года до этого тот же самый директор Дёрнер создал так называемую Ноэ Захличкайд новую вещественность он определил что дух как бы общем мирового европейского искусства это вот это какая-то новая возвращение фигуративности такой сход вот мы сегодня с одним из кураторов с Константином были на выставке в художественном музее и вы как раз обсудили что вот там есть примеры как раз вот этой новой вещественности которая появляется в этот момент параллельно во всем мире ну и была попытка собственно следующая попытка этого Дёрнера создать образ всемирно абстрактного искусства и это вот эта выставка ну ладно и последний возглас практически международный товарища Казимира Севериновича Малевича единственный его выезд как бы за границу где он успевает даже прочитать лекции и заодно сделать две небольшие выставки это выставка в Варшаве и участие в большой опять же берлинской выставке с уголком супрематизма в 27 году вот Малевич показывает часть своих работ в 27 году в Берлине и собственно это та часть работ которая в Советский Союз уже потом не вернется Малевич понял что дело пахнет керосином и попросил своих немецких друзей попридержать эти вещи за границей а потом уже не все оказались steady like какие которые не исчезли конечно вот какие-то исчезли вот это экспозиция Малевича на большой Берлинской выставке ну 28 год мы уже практически в 37-м это очень интересная история это выставка про которую никто не знал и мое появление в Третьяковской галерее было ознаменовано что мы о ней узнали потому что мне сказали что что-то есть такое подозрительное в 28 году в Берлине ты там что-то поковыряйся я поковырялся и нашел каталог выставки которые в общем-то нет ни в одной библиотеке но вот через знакомых я все-таки этот каталог нашел выставка без жюри то есть уже надоели всем все объединения сказали ребята надоели давайте сделаем выставку где вот все как хотят кто во что гараж называется без жюри это тоже выставка в общем-то продажа и в 28 году на выставку без жюри в качестве специального гостя были приглашены московские как написано художники московская группа привезенные по как бы при помощи общества друзей новой россии в германии вот 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 и куприянов и штейнберг и шифрин мельникова пименов на самом деле это все группа ОСТ два года назад группа ОСТ расформировалась как группа ОСТ общество цинковистов и вот они стали всемирно известными да и некое хорошо продается хотят продавать еще и других начать что-то с этой выставки действительно купили да это цены вы уже приценился да но в принципе лабаса за 400 дочи марок я бы прикупил себе вот двадцать восьмой год самое вообще главное что произошло в мировой истории репрезентация образа русского искусства вообще эво наверное это выставка пресса Кёльн выставка прикладная опять же на самом деле это выставка полиграфической продукции и полиграфического дизайна но советское правительство умно еще на тот момент потому что Луначаровскому остался буквально один год быть меркомпросом его потом турнут и вот на этом вы увидите все закончится приглашают в качестве главного оформителя архитектора координатора художественного на этой выставке товарища Лазаря Масеевича Лисицкого и Лисицкий не подвел это конвенциональная архитектура которую предложили советскому правительству куда можно впихать их как бы в павильон ну ничего особенного как раз в принципе ар-деко переходящий немножко уже в нацизм вот Лисицкий сразу говорит давайте к нему пришпандорим такую штуковину и сразу как бы встанет опа эгегей а потом Лисицкий говорит ну вообще надо мы же про полиграфическую промышленность разговариваем про дизайн графический так надо каталог сделать тогда и это каталог выставки советского павильона ну вот чтобы было понятно да это гармошка которая раскладывается и это бесконечно тут нет практически слов кроме вот этой подписи это просто фото монтаж это фото текст это фото текст кто тогда вообще делал фото текст не знаю а вот это уже да это тоже еще каталог это каталог который рассказывает про то как выглядит павильон то есть это вот это мы идем по каталогу это тоже каталог что такое тасс что такое там не знаю государство госиздат стенд госиздата то есть это оформление стенда на котором лежат книжки собственно особый стенд посвященный здание молений а вот так выглядит архитектура внутри ну я не знаю в 2028 году человек просто мог мне кажется в бомбу руку пасть ничего такого никто никогда не делал даже готический собор так не выглядит даже как бы пламенеющая готика так не выглядит так ну вот и все это фотографии это все напечатано вообще-то в то время печатать такие объемы и таком размере это не то что дорого это практически технически невозможно но это делается и делается уже как говорил маяковский вот делегатки спортсменки моряки гомоэротизм все что нужно эмансипация и вот эта конструкция звезды не какая-то убогая звездочка а звездище которая стоит посредине али ленда ферраниган вички пролетариат то есть все пролетари всех стран объединяйтесь и ссср очереди толпы люди как бы керосина глотнули горящего они просто ломятся туда чтобы это увидеть это седьмое чудо света восьмое чудо света ничего такого рядом просто нет ну не может такого представить себе человек то есть как бы это это практически тот самый татлет который воплотился тот которого ждали вот пожалуйста полный рост это всего лишь временные павильоны конструкции ну и все с электричеством с электрическим освещением для нас сейчас вот лампочку включил микрофон а тогда то это вообще стенд газеты правда ну вот видите все светится это как бы уже Дженни Хольцер такая бегучая строка практически ну и вот ладно погуляем с вами по выставке я и молчу мебель специальная для посетителей кто устал решил почитать наконец советскую газету не за обедом а в крест и вот Лисицкий смешная фотография как он эти коллажи делает вот он работает вот он тоже работает а там Лисицкий со своим помощником как раз Сережа Лаксин как раз с ним там работал на этом павильоне и в качестве ассистента вот такие вот замечательные крестьянки практически малевические вот уже вот эти вот супрематические то же самое время еще такой фотопортрет даже я бы сказал автопортрет фотоколлажный Лисицкого вот такой замечательный дядя и дальше что называется понеслось 28 год это такой фурор вот мы даже плохо себе мы почему-то об этом плохо знаем а на самом деле это такой был фурор мировой что как бы Титаник кого кто снял Титаник Спилберг Кэмерон это вообще в подметки не годится какой-то терминатор вообще ребята вот и пошло фото и киновыставка в Штутгарте Лисицкий за советский павильон отвечает Лисицкий эскиз и поехало раз два три ну уже не так может быть интересно сэкономили но зато бренд Лисицкий уже продается пожалуйста вот советская фотография развешана можно все рассмотреть выставка достижения советской архитектуры кто у нас оформляет Лисицкий и при этом плакат делает Лисицкий и вот ну тут уже и кондициональный выставка вот Штутгарте 25-й год тоже посвящена фотографии мировой это обложка каталога выставки выставки фотоауге это фото глаз кто у нас на обложке каталога фотографической выставки всемирной товарищ Лисицкий с своим автопортретом знаменитым с циркулем и рукой и вы догадайтесь обложка чего это какой выставки там написано в принципе это международная выставка гигиены гигиены в Дрездене 30-й год это советский павильон вот мебель тоже запроектирована Лисицким в общем в нашей стране с гигиены все в порядке Бухарин приезжает на открытие он там стоит второй справа советской делегации товарищ Лазарь Маркович довольны все довольны и вот как выглядит гигиена по-советски очень гигиенично кстати эти фотографии тоже уникальные вы видите в России их наверное первый раз посмотреть ну очень интересно красиво давайте на фабрике тоже так и делаем выставка влейте пушнины пушнины кто оформляется я не могу не отвечать это советский павильон а это как бы стенды это это Лисицкий представляет стенд комиссии то есть архитектуру стенда оформляют ее еще так а это кинетические штуки то есть вот эти вот соболя или кто это или норки они еще двигаются как бы так то есть USSR такая шагается в кожаных каких-то здесь кожаных меховых тапочках туда-сюда туда-сюда бесконечно ну вот такой социалистический пушнинный рай 29-й год и мы снова в Америке где есть деньги где можно продавать что-то и снова коммерческая выставка в Америке потому что видите как в Германии мы как бы показываем себя вот так вот потому что у нас там правильный агент а в Америку мы ездим за деньгами на утлой лошадке чтобы сбагрить ее и купить себе грузовичок и в Америке Россия это 29-й год то же самое то что это через год после пресса Кёль Россия выглядит вот так мать сыра земля но тем не менее надо пробовать новый ликвидный товар и группа ОС там тоже присутствует эти все вещи они исчезли то есть скорее всего они были куплены где-то там расселись по миру мы никогда не найдем следов потому что нынешние поколения вообще ну американцев все-таки очень много живет они не знают кто это такие а для нас это были бы шедевры тем более Пименов уничтожил практически все свои ранние произведения когда понял что что-то пошло не так и теперь каждое раннее произведение Пимена которое выдающееся произведение искусства это на вес золота ну вот тоже группа ОС и Натан Альтман Петра Комуна это работа из Третьяковской галереи сейчас из МЖК и 29-й год 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 великого перелома когда Сталин собственно партия группа Сталина победила Троцкого уже нет давно Луначарского уволили Зиновьев Каменев тоже в общем начинается консолидация вокруг Сталина собственно в этот момент вот крестоматийная точка отчета начала культа личности и тот же самый Кёльн 29-й год то есть после после триумфа Лисицкого в Кёльне туда приезжает на интернациональную выставку интернациональную выставку приезжает новое советское искусство Ахр это Ахр это Ассоциация художников революции это те ребята которые пригласили к себе товарища Иосифа Сирионовича на выставку 28-м году к десятилетию РКК рабочей крестьянской красной армии и есть фотографии как Иосиф Сирионович ходит по выставке РКК вместе с Ворошиловым и Троцкого уже нет соответственно реф военносоветом стал наркомом обороны стал Ворошилов и Ворошилову нравится выставка и товарищу Иосифу Сирионовичу выставка тоже нравится и то есть искусство становится нужным и выглядит оно примерно вот так вот но я вам все показывать не буду из каталога но в общем-то там и появляется впервые социалистический реализм в 29-м году на интернациональные выставки и изменилась оптика на русское искусство сразу у всех извините меня за эту штуку но это просто с антикварного сайта у них был это вот ну по инерции все-таки какие-то вещи хорошие остаются более-менее хорошие но это совсем оригинальная история я просто показываю ее потому что очень горжусь что я тоже откопал эту выставку про нее никто ничего не знает я просто поскольку долго жил в Берлине я про нее узнал ну вот то есть это не та выставка которая была знаменитой наоборот это антизнаменитая это пример в микроскопической выставке но очень важный потому что это выставка принятие параграфа 218 запрещающим немецким женщинам делать аборт и при этом еще которые снимает закрепляющие восемь часов рабочего времени на бесконечно растягивая их то есть гиперинфляция им нужна война соответственно все должны рожать и постоянно работать и художники коммунисты женщины в первую очередь организуют вот эту инициативу по созданию выставки сбору средств для нуждающихся женщина в нужде называется для безработных женщин фраун и нот вот Кэта Кольвиц как раз великая на этой выставке на ее открытие практически никаких документов не сохранилось я мало что нашел но я понял что откуда у Дейнеки в 31 году появилась картина которая называется о безработной женщине в Берлине потому что на выставке был советский отдел небольшой что там точно представлено мы не знаем потому что в каталоге просто написано советские художники вот но то что картина безработной женщины в Берлине в 31 году у Дейнеки не может появиться просто так а почему у него больше нет например картины работающие женщины Мадрида а вот в 31 году когда в Берлине есть выставка женщина в нужде у него вдруг появляется картина безработной женщины в Берлине я думаю что это все-таки было сделано специально для этой выставки и картина в общем неплохая но мы уже знаем что это маргинальная история что уже в полный рост у нас сахар Татьяна Павловна мы практически приблизились к финишу вот 37 год он памятен очень многим нам по разным всяким случаям но поскольку мы говорим об истории художественных выставок то мы говорим о самой главной выставке 37 года и это безусловно международная как она называется я уже забыл всемирная выставка да международная выставка да уже ну да ну промышленно какая-то там неважно мы знаем о чем идет речь мы знаем что речь идет о том что там был советский павильон и нацистский павильон что это Альберт Шпиер и что это и Афана и Вера Мухина и что между ними стоит вот открытка это главная сливнующаяся между собой павильонами в интернете в ютюбе по-моему да в ютюбе точно я видел ну есть часовой или даже полутора часовой фильм хроника этой выставки снятый коммунистической партии Франции того времени 37 года потому что идеи социализма очень популярны и они снимают подробно выставку реально можно по ней гулять но черно-белая съемка в документальных хрониках и все кончается апофеозом когда они приходят к советскому павильону и заходят внутрь и вот там ходишь смотришь вместе с ними достижение народного хозяйства в общем-то вторая пятилетка уже закончилась там то есть я кстати эта фотография нет не покажу вам сегодня потому что это панно Дейнеки знатные люди страны советов это не просто картина она я забыл где она находится не важно это не картина это задник там идут люди знатные люди страны советов но впереди два человека потому что еще один должен стоять перед ними то есть конусом все сходится на одного человека и вот как раз по хронике я понял что этот один человек это скульптура Сталина Меркулова знаменитый гранитный Сталин стоящий он завершает живописную композицию то есть без нее без нее без культуры это просто пустой панно а оказывается это работает как пространственное опять же оформление ну неважно вот строится советский павильон вот мы из дверей советского павильона видим наглого нацистского гадкого орла с еще более наглой и мерзкой хвастикой ну понятно что у парижской публики совершенно своеобразное представление там еще был итальянский прекрасный павильон в общем очень все это смешно как этот мерзкий орел с нашими замечательными борются главная картина выставки главная картина выставки по мнению жюри это картина первой конной армии товарища Александра Михайловича Герасимова который в 36-м году по заказу лично Ворошилова пишет гигантское панно огромное портретное панно первая конная армия доклад Буденова не Буденова я забыл кого зовут Буденова там сидит кусы накручивает Сталину лично докладывают о успехах конной армии в 36-м году какая блин извините нафиг конная армия в 36-м году против танков авиации и всего остального то есть ну это нонсенс просто нонсенс что наша доблестная конница сейчас поедет и всех там как бы это ладно неважно в 36-м году картина написана в 36-м седьмом году она отправляется на выставку что происходит в 37-м году в Советском Союзе внутри начинаются репрессии что происходит с чего начинается репрессия кроме старых большевиков с командного состава пока картина висит на выставке французской публикой крестик за крестиком вычеркивает тех кто там изображен картина во время выставки получает золотую премию гран-при за самую фантастическую живопись возвращается картина уже в другую страну где она запрещена и больше никогда до 85-го года никому не показывается а Герасимов ее не уничтожил чем очень сильно себя подставлял ну неважно эскизы оформления павильона доверили делать товарищу Лисицкому и он позвал туда своих старых приятелей Суетина и Чашника которые работали на фарфоровом заводе в Ленинграде а до этого они были учениками Малевича Вуновисия и они начинают разрабатывать супрематическую композицию которая становится частью советской архитектуры советского павильона и это конкурс и они выигрывают конкурс среди сотен других советских архитекторов это не назначение там конечно главное здание которое должно быть построено в мире другая башня Татлина с другой коннотацией больше чем 400 метров вот как раз эта композиция мы не видим там Сталин стоит вот на той стене дальней вот как выглядит пространство павильона ну вот эти собственно штуки очень похожи на архитектоны Малевича это в общем то и есть архитектоны Малевича которые встроены уже в качестве декорации ну и товарищ Ленин здесь сидит а вот вот она вот пожалуй я не голословен это действительно не работает без Сталина он главный снатный советский человек не они они его оттеняют они между прочим идут по Красной площади к Кремлю там где уже построен вот это как раз дворец советов такой точки в Москве тоже нет это все придумано это вообще это сюрреализм сюрреализм этого не существует это и есть это лучшее проявление социалистический реализм он изображает то чего никогда нет не будет и не было это и есть социалистический реализм это в честной воды просто репрезентация идеологии все окей вот золотой диплом и за живопись и за архитектуру и за оформление павильона все получают но в тридцать седьмом году там вообще-то что-то еще происходит на этой выставке а товарищ который потом станет товарищем коммунистом Пикассо в этот момент возглавляет художественный департамент республиканской Испании и республиканская Испания которая существовала несколько месяцев представляет свой республиканский павильон как раз потому что в этот момент идет гражданская война и именно в тридцать седьмом году вонючие кондоры немецкие разбомбили город Герника и товарищ Пикассо получает задание оформить испанский павильон Испанской Республики и за две недели он пишет Гернику вот эту самую Гернику за две недели он в этом павильоне пишет прямо там и не он получает гран-при а Герасимов как мы знаем и это один тот же год то есть понять что такое искусство в тридцать седьмом году это с одной стороны Герника а с другой стороны это первая кондармия но если мы внимательно посмотрим на видно не знаю по черкушке Пикассо вот там серп и молот вот там серп и молот рука вытянутая он сволочь ворует у нас рабочего колхозницу перерисовывает их и сволочь вставляет эти руки в свою Гернику все у нас украл ну и под финал мы с вами добрались тем не менее до тридцать девятого года последняя великая ну великая уже совсем не великая выставка на самом деле всемирная выставка в Нью-Йорке перед началом или уже во время Второй мировой войны она в тридцать пятом году началась это отечественная война началась великая в сорок первом а в амнирова это вообще в тридцать пятом началась в Нью-Йорке вот на самом излёте происходит всемирная выставка, где никакого конкурса нет. Два года прошло. И Афан просто назначается главным архитектором, Лисицкий просто назначается главным оформителем и как бы вся программа уже существует заранее. Скульптура. Вера Мухина выиграла огромный сложнейший конкурс. Здесь сразу назначается манезер, который наинтриговал, чтобы типа его выбрали с этим парнем со звездой. И советский павильон в Нью-Йорке. Вот так это все выглядит. Товарищ Сталин и все такое. И вот такая вот жуткая штуковина. Снова тот же самый павильон построенный. Вот такая еще более интересная вещь. Я забыл. Это уже незнатные, это уже какие-то еще какие-то люди Советского Союза, еще больше, еще были пестрые, уже спускающиеся с лестницы. И вот негры угнетенные, извините, чернокожие, угнетенные приходят поклониться в этот самый павильон великому и могучему, не капиталу и не интернационалу, а фиг уже знает кому, положить ему цветы, потому что на него вся надежда. Как вы думаете, получил ли этот павильон хоть какую-то премию? Вот нифига он не получил. И вот на этом наша лекция сегодня и заканчивается. Большое всем спасибо. Два часа не говорил, так что отлично. Да, дорогие друзья, продолжение этой лекции или какую-то зеркальную ее зеркальное изображение вы узнаете, услышите завтра. А у вас в Тетиковской галереи это на Фрунзе.